оптимизация налогообложения при покупке владения недвижимости в германии это даже не вопрос это мантра самим разобраться во всех деталях невозможно поэтому все здесь зависит от ваших помощников их знаний и квалификации каждый случай индивидуален например оптимизировать налогообложение можно за счет амортизации здания это те деньги которые свободны от налогообложения от 2 до 4 процентов мы в своей работе с доходными домами офисами торговыми центрами стараемся разделить здание на части чтобы оценить можно ли какую-то из них амортизировать ускоренно это может быть самые невероятные решения от памятника архитектуры до холодильника и парковочных мест далее ремонтная работа необходимо правильно спланировать ремонт на ближайшие 10 лет налогообложения например ремонт в первые три года может но не должен относиться к общему размеру инвестиции а значит он попадает под амортизацию и вы будете этот ремонт долго списывать с налогов обращайте внимание здесь тоже требуется индивидуальная консультация и тот кто вас консультирует должен нести ответственность за свои советы он это делает в любом случае но важно что у настоящего специалиста обязательно будет страховка некоторые способы снижения налогового времени на слуху но применяются редко и не дают большого эффекта в рамках инвестиции например можно использовать зарплату директора можно учитывать командировочные почему-то именно российские инвесторы часто спрашивают у меня можно ли купить машину можно но на мой взгляд лучше этого не делать потому что при эксплуатации и все придется фиксировать километры время расстояния покупать машины стоит только в отдельных случаях когда вы живете в германии и вам необходим транспорт для вашей компании по всех остальных случаях я не вижу смысла это делать потому что процесс очень бюрократизирован отдельно коснусь промыслового налога как я говорила в предыдущей серии проектов он платится далеко не всегда освобождение от его уплаты можно получить если вы не занимаетесь промысловой деятельностью то есть ваша гмбх только и сделает что следит за собственными активами следит кстати не означает что вы управляете объектом недвижимости это делает управляющая компания а вот управление активами производят гмбх только в этом довольно распространенном случае фирма освобождается от оплаты промыслового налога как только гмбх начинает заниматься какой-либо другой деятельностью этот налог сразу же возникает например если вы постоянно покупаете и продаете объекты ведете спекулятивный бизнес висите что-то подешевле это уже промысловая деятельность жестко зафиксированных критериев тут нет но однозначно можно сказать что если вы совершили больше трех сделок купли-продажи то вы занимаетесь промыслом и платите промысловый налог другой пример у вас на крыше стоит солнечная батарея вы получаете энергию и потом продаете ее своему арендатору или коммунальной службе ключевое слово продаете это уже однозначно будет промысловая деятельность и вы платите налог не только на нее но и на всю деятельность вашей компании у меня был один случай когда очень опыт немецкоязычный инвестор владеющий многими объектами покупал участки со строящимися супермаркет это было его основной деятельностью какой-то момент он захотел поставить такую энергоустановку начал продажи и все попал на очень большие деньги потому что ему пришлось платить промысловый налог на всю деятельность корпорации мы сразу же порекомендовали ему сменить налогового советника потому что такие моменты должны обсуждаться заранее как видите даже опытный местный инвестор может попасть неприятную ситуацию поэтому очень важно найти грамотного специалиста а также адвоката который например грамотно составит устав вашего гмбх сплошь и рядом в уставе неправильно указывают деятельность компании и потом с трудом доказывают что на самом деле она занимается только управление собственными активами в очередной серии нашего проекта как регистрировать сделку на юридическое или на физическое лицо подписывайтесь на обновление youtube канала прианру будем рады вашим лайком вопросом комментарием ну Продолжение следует...